Легендарная пушкинская драма о горечи неразделенной любви под сопровождение симфонического оркестра. В амфитеатре на площади Славы тот самый Евгений Онегин. В постановке слились классика и современность. Музыкально-литературное действие – часть фестиваля Юрия Башмета. Сам маэстро – не только художественный руководитель, он всё время за дирижёрским пультом. Будут знать, кто кого любил, кто кого убил. То, что не всегда в опере понятно, потому что прекрасные, замечательные актёры проговаривают текст, то есть сюжет ясен. А потом хиты музыкальные, гениальные, Петра Ильича Чайковского будут звучать. В постановке приняли участие знаменитые актёры. Фрагменты романа в стихах прочли Ольга Литвинова и Константин Хабенский. Для меня это прекрасные стихи, которые простотой своей открывают всё больше и больше, наверное, с жизненным проблемой. У нас каждый раз тот же Евгений Онегин, он как-то по-новому, мне кажется, звучит. Партии из одноимённой оперы Чайковского исполнили молодые и талантливые солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Моментально в работу влился и хор Самарского академического театра оперы и балета. В Самаре нам повезло, что мы смогли найти здесь профессиональный, высокопрофессиональный хор. Бывают варианты, когда мы играем этот спектакль и без хора, но в данном случае для такой огромной аудитории мы решили сделать действие без сокращений. Приобщиться к искусству смогли тысячи жителей и гостей областной столицы. Вход был свободный. По мнению губернатора Дмитрия Азарова, в этот вечер Самара стала культурной столицей страны. Я уверен, что такие события вдохновляют людей на любовь к своей великой родине, к нашему искусству, к культуре российской. В этом году впервые проходит фестиваль Башмета здесь, в Самарской области. Все жители Самарской области абсолютно бесплатно имеют уникальную возможность увидеть по-настоящему великих исполнителей современности. Евгения Онегина в авторской версии Башмета самарские зрители приняли с восторгом. События знаковые. Мы считали своим долгом прийти в обязательном порядке, отложили все дела. Здесь это просто потрясающе. Детям это надо приобщать прямо с детства. Для удобства горожан в этот вечер усилили работу общественного транспорта. Организовали дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 67, 41 и 34, которые ожидали зрители в районе Площади Славы. Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События.